Херсонское направление, там та же самая примерно ситуация, они завершают формирование наступательной группировки, задача по ее очертаниям это Кривой Рук, по ее очертаниям это возможно Николаев и еще одна группировочка, ее задача как минимум остановить наше движение в районе трассы Николаев-Херсон, где мы достаточно близко подведулись, Посад Покровская, И это их крайне беспокоит, потому что это тот самый знаменитый кадр, когда Херсонские окраины были видны уже в председании, помните? И беспокоит они, собираются держать им оборону, кроме того их очень изрядно беспокоят наши плацдармы на берегу Ингульца, там где мы попереходили южнее Давидова Брода и так далее, они хотят это оккупировать, ну в общем собираются бороться, значит на той стороне где-то штук, 15 БТГ, на правой, на левой в качестве ближних тылов 4-6, значит еще есть такая группировочка чуть-чуть южнее у них, которая там добирает, в общем в целом на театре около 30, на правом берегу. Это вот достаточно, чтобы начать наступление на Николаев, например? Они битые сильно эти БТГ, битые и дутые. Это крепко потрепанные войска, которые там не могут похвастаться полным штатом, настроением и так далее. Ну и мы продолжаем, еще ничего не началось, мы продолжаем разбирать им логистику, сегодня три удара минимум в Херсонской области, в район Олешек, в район Чернобаевки, опять попадание в район Новой Каховки. Это все попадание по складам боеприпасов, со всеми причитающимися этими самыми елочными игрушками, разлетающимися в разные стороны огнями, фейерверками и так далее. Вчера отлупили Херсонский железнодорожный мост, кстати. Очень удачно мы, это один из мостов, по которому переброска войск идет. Я думаю, эти парни покойники, смертники, потому что сколько они кричат, давайте отомстим за ВДВ, за парней, надо понимать, что еще ничего не началось, а логистика полуразобрана. Что они собираются делать, когда это все начнется, я вообще не понимаю. Ну, как бы, мы имеем с традиционным российским способом войны, когда их не спрашивают, собираются они выживать или нет, говорят, давайте парни вперед. И парни, честно, пойдут вперед, но я думаю, им будет очень грустно. Очень. Мне их, честно говоря, по-человечески же, по-военному нет, а по-человечески же... И перспективы у этой попытки наступления, дабы предотвратить деоккупацию Юга, ты не видишь? Абсолютно. На удержание обороны еще куда не шло на наступление, это просто не себе. Почему? Потому что это недостаточное количество? Недостаточное количество в недостаточном качестве. Марк, ну, на трех соплях, на трех мостах держать снабжение группировки, которая наступает, это абсолютно нереально. Которые еле-еле работают в режиме понтонов, там какие плиты не кидай, каким бентоном не заливают. Это все просто до следующего прилета. Поэтому нет, они могут двигаться, особенно по ноково-какховской дамбе, которая представляется бы капитальное сооружение, которое просто так не разрушишь. Но полудно выбивается сверху дамбы, они закидывают, ямочный ремонт осуществляют, но темпы очень сильно падают. Для наступления нужно безупречное снабжение с высотками. Этого не выходит. Ну, а накопить, естественно, они не могут, потому что идут обстрелы и... Накопят три-четыре склада мы выносим ежедневно. Ежедневно. То есть невозможно накопить на вот этом ревизионном расстоянии. Что-то они накопят, но это совсем не то, что позволяет реально реализовать успешное наступление.